Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начнем наш вечер, вечер творчества Булата Ахуджавы. Этот вечер мы посвящаем памяти Виталию Арнольдову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На смену декабря приходят январь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поступил работать на завод, в 1942 году был призван в армию, после двухмесячного обучения попал на передовую рядовую. И вновь ему повезло, он был ранен довольно тяжело, но остался жив. После госпиталя служил в Телу, в 1944 году был демобилизован по состоянию здоровья. И, вернувшись в Тбилиси, сдал экзамены за курс 10 класса экстерном и был зачислен в Тбилисский университет на филфак. И вот эта песня, которая сейчас звучала, это первая сохранившаяся песня Акуджавы, была написана в студенческие годы в 1946 году, как студенческая песня, так она называется. А в 1950 году, когда он окончил филфак, он по распределению попал в сельскую школу и проработал около трех лет учителем. Учителем литературы и русского языка. Вот как это было. Я могу сказать, что учителем я был плохим. Я не любил преподавать. Я любил общаться с учениками. Поэтому у меня были прекрасные отношения с учениками и до сих пор остались. И были очень натянутые отношения с учительской. Очень сложные отношения. Я помню, например, такой случай, как однажды в сельскую школу приехала комиссия реализовать работу учителей. И на мой урок пришла дама в сопровождении заведующей учебной частью. Я вел урок литературы в восьмом классе. Был Евгений Онегин. Сидели, значит, мои ученики. Это было зимой. В школе было страшно холодно. Змерзали даже чернила. Поэтому все мои ученицы сидели в платочках и в пролитов, шубах там. Кто в чернии, учащиеся тоже сидели в шапках. И я сам был одет, только без головного упора. Ну и настроение было очень такое возбужденное. И когда я увидел комиссию, я еще больше возбудился. И я вызвал, значит, стал вызывать учащихся по теме Татьяны, что-то такое. Я сейчас точно не помню. И я вызвал, заведующая учебной части перед этим подошла ко мне и тихонько сказала, вызовите Иванову там, отличницу. Иванову. Хорошо сказала. Я вызвал Иванову, и Иванова точно по учебнику рассказала, в чем там дело. И я так разозлился, что я вызвал одного там Слава Автошкина, значит, он был отнюдь неотличником. Нет, я не вызвал, я сказал, кто хочет добавить. Все молчали, вдруг Слава Автошкина поднял руку. Я понял, что он хочет добавить. И я обрадовался, я ему сказал, ну-ка давай, Слава. И он сказал, мне не нравится Татьяна Ларина. Чем же она тебе не нравится? А тем, что она одного любила, а с другим жила. Я сказал ему, молодец, ты умеешь самостоятельно мыслить, оставлю тебе пятерку. Замуч в обмороке, комиссия в обмороке. Потом меня прорабатывали, специально был педсовет. Ну, вскоре Ахуджова стал публиковать свои стихи, у него вышел сборник лирики, и он перешел на работу, в Палужскую газету. А где-то примерно в 56-м, 58-м году начали появляться новые его песни. Он начал петь свои стихи под гитару. И очень скоро, буквально через год-два, эти песни стали известны по всей стране, а Ахуджава для многих стал любимым исполнителем. Вот как это происходило. Значит, в 56-м году мне захотелось в компании друзей спеть одно свое шуточное стихотворение. Я знал три аккорда на гитаре, и я спел его, придумал мелодию и спел. Им очень понравилось. Мне это было очень приятно. Тогда я спел второе свое стихотворение, тут же придумав мелодию. Потом, когда у меня было пять или шесть таких песен, мне стали звонить незнакомые люди. Я работал в редакции литературной газеты. Звонили на работу и просили приехать домой попеть мою песню. Я брал гитару и вечером после работы ехал по незнакомому мне адресу. Я приезжал, собирались человек 30 тихих интеллигентов, обязательно был магнитофон. Я пел свои пять песен, потом делали перерыв, потом я их повторял снова, потом делали перерыв, потом я их повторял снова. Магнитофон крутился, все записывалось. Это стало распространяться очень стремительно. Еще уже состоял секрет этого, можно сказать, ошеломительного успеха. Конечно, составляющих у этого успеха было много, но я назову одно, с моей точки зрения, главное. В творчестве Ахуджава, не только в песнях, каждый мог увидеть себя. Каждый мог увидеть свои страхи, свои надежды, свою любовь. Об этом есть Ахуджава и собственные строчки. И тихим голосом поем. А люди в зале плачут, плачут. Не потому что светел я. И не меня они жалеют. А им себя, наверное, жаль. Жалейте, милые, жалейте. Я очень хорошо помню, как когда-то нас с женой, мы были совсем молодыми людьми, тогда поразило произведение Ахуджава, его роман «Путешествие дилетантов». Этот роман из времени Николая Первого. И он был целиком, можно сказать, от начала до конца написан про нас. Ну, мы начнем наш вечер с нескольких ранних песен Ахуджавы. Вот первая из них «Три сестры», она написана в 1959 году. Певайте. Опустите, пожалуйста, синие шторы. Медсестра всяких снадобий мне не готовь. Вот стоят у постели мои кредиторы, Молчаливая вера, надежда, любовь. Раскошелиться б сыну недолгого века, Но пустые кошельки упадают с руки. Не грусти, не грусти, не печалуйся, о, моя вера, Остаются еще у тебя должники. И еще я скажу, и печально, и нежно, Две руки виноваты, губами ловя. Не грусти, не печалуйся, о, моя вера, Есть еще на земле у тебя сыновья. Протяну я любовь и ладони пустые, Покаянно услышу я голос ее. Не грусти, не печалуйся, память не стынет, Я себя раздарила во имя твое. О, какие бы руки тебя ни ласкали, Как бы пламень тебя не сжигал неземной, В трекратном размере болтаримость людская. За тебя расплатилась ты честь предожой. Чистый-чистый лежу я в наплывах рассвета, Белым флагом струится на пол пристыня. Три сестры, три судей, три жены милосердных Открывают последний кредит для меня. Три судей, три сестры, три жены милосердных Открывают бессрочный кредит для меня. Наверное, у многих из нас, из старшего поколения здесь присутствующих, может, у всех с песнями о пуджах связаны какие-то воспоминания. Вот я одно про своё расскажу. Раннее утро, ещё темно или только светает, И мы едем с папой на троллейбусе. Он идёт от проезда Серова через Держинку по проспекту Маркса на Ленинский проспект в ненавистный детский сад. А мне четыре или пять лет. Ну и мрак этот отчасти рассеивает то, что мы едем с папой, и он что-то мне рассказывает, хотя у него ни голоса, ни слуха нет, тихонечко поёт песню о куджаве. И одна из этих песен – это песня по Смоленской дороге. Значит, «Моя Смоленская дорога» – это охотный проспект Маркса. По Смоленской дороге леса, По Смоленской дороге столбы, 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 На дороге Смоленской, о, как твои глаза, Три холодных звезды голубых моей судьбы. На дороге Смоленской, о, как твои глаза, Три холодных звезды голубых моей судьбы. По Смоленской дороге метель лицом, лицом, Все на сызном уголе взяла дела, дела, дела. Может быть, понадёжнее рук твоих колецов, А короче, наверно, дорога мне легла. Может быть, понадёжнее рук твоих колецов, А короче, наверно, дорога мне легла. По Смоленской дороге леса, 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 По Смоленской дороге столбы гудят, гудят, На дороге Смоленской, о, как твои глаза, Три холодных звезды голубых гудят, гудят. На дороге Смоленской, о, как твои глаза, Три холодных звезды голубых гудят, гудят. Хотя Куджао недолго пробыл на войне, но, конечно, всю свою жизнь он возвращался к военной теме. Возвращался, писал стихи о войне, писал повесть о войне, все время думал о своей войне, и мы сейчас исполним две его песни на военную тему. Первая. Да, извините. Попал на войну в 17 лет. Такой чедушный, не оформившийся еще молодой человек. Я, конечно, старался как мог и честно делал свое солдатское дело. Ну, в общем, когда я сейчас себя вспоминаю, мне как-то немножко смешно себя вспоминать и видеть себя в обводках, с кривыми ногами, тонкими, с тонкой шеей, с большой пилоткой на голове, мечтавшего всю войну иметь сапоги, так и не получившего их. Ну, потом я был ранен. Ну, в общем, обычная история, какая может быть совсем, могла быть совсем в тегуле. Остался жив, это самое главное для меня лично. Написал прозу в свое время, такую автобиографическую. Она была опубликована в 61-м году. Называлась эта повесть «Будь здоров, Шкаляр». Но она подверглась всегда очень резкой критике. Ну, и ругали ее за что? За, якобы, за пацифизм, который ей был присущ. Пацифизм – вещь, в общем, не такая страшная перед мировой катастрофой, накануне мировой катастрофы. Я думаю, что ничего страшного там нет. Но я, в общем, не пацифист. Я просто не могу с наслаждением видеть, как люди убивают друг друга. И стрелять с наслаждением я не могу. Но если мне придется защищать свое Отечество, я с болью в сердце буду это делать. Да, а теперь песня. Вот первую исполнит Людмила Абрамова. Песня «Бери шинель» – «Пошли домой». Андрей, ты там готов? Мне кажется, надо тебе вперед выйти. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... А мы с тобой, брат из пехоты, А летом лучше, чем зимой, С войной покончили мы счёты, С войной покончили мы счёты, С войной покончили мы счёты, Бери шиней, пошли домой. Война сгнула и косила, Пришёл конец и ей с собой, Четыре года мать без сына, Бери шиней, пошли домой. Залей и к пеплу наших улиц, Опять, опять, товарищ мой, Скворцы пропавшие вернулись, Скворцы пропавшие вернулись, Скворцы пропавшие вернулись, Бери шиней, пошли домой. Один с закрытыми очами, Спишь под фанерною звездой, Вставай, вставай, однополчанин, Вставай, вставай, однополчанин, Бери шиней, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, Как встану я перед вдовой? Неужто клясться днём вчерашним, Неужто клясться днём вчерашним, Бери шиней, пошли домой. Мы все войны шальные дети, И генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, Опять весна на белом свете, Бери шиней, пошли домой. Бери шиней, пошли домой. А вторая песня, это песенка про Люнку Королёву, Её исполнят ученики нашей музыкальной студии От руководства Натемио Александры Багаевой. Гитара Артём Тимирханов, Поют Миша Хорошкин и Илья Хац. Гитара Андрей Копёнкин. Нет, всё-таки Андрей Копёнкин. Хорошо. Гитара Андрей Копёнкин. Гитара Андрей Копёнкин. Гитара Андрей Копёнкин. Гитара Андрей Копёнок changed. Уважали очень Леньку Королёва И присвоили ему звание короля Был король, как король Всемогущий, если другу Старикуда им вообще не повезёт Он протянет ему свою царственную руку Свою верную руку и спасёт Но однажды, когда мессишмиты, как вороны Разорвали нарастить и тишину Наш король, как король Он к девчонку, как корону На бекре и пошёл на войну Вновь играет радиолос Снова солнце в зените Да некому оплакать его жизнь Потому что тот король был один Ну уж извините, королева не успел обзавестись Но куда бы я ни шёл Пусть какая-нибудь задача По делам или там погулять Всем не чудится, что он За ближайшим оборотом Короля Пусть какая-нибудь Потому что на войне Хоть и правда стреляют Не для лёньки сырая земля Потому что миловат Но я Москвы не представляю Без такого, как он Короля Потому что миловат Но я Москвы не представляю Без такого, как он Короля Молодцы Мне кажется нам сейчас удивительным Даже эта песня В Советском Союзе У кого следует Вызывала замечания Неприятия Что уж говорить о многих других песнях Акуджавы И мне сказали Вот у вас есть песня Про Лёньку Королёву Вы её, пожалуйста, не пойте Почему, сказал я Она неправильно ориентирует молодёжь В каком смысле? Ну там у вас есть строчки И некому облакать его жизнь Когда он погиб Как некому облакать? Он что, один, что ли, в стране? Ну я говорю, знаете, это же условия Это же поэтический образ такой Да, некому Ну не было у него девушки Ну и что ж, девушки не было Были же родственники, наверное Коллектив Ну что же, спорить, что ли, с этим? Я продолжал её петь Через три года у меня появилась песня о дураках Я снова был приглашён туда Мне сказали Слушайте, есть же у вас замечательная песня Про Лёньку Королёва Зачем вам про дураков петь? Я понял, что время делает своё дело И не нужно суетиться самому Всё встанет на свои места Но мы поздно, к сожалению, учимся Медленно очень учимся Творчество Акуджева, оно на самом деле удивительно, конечно, многогранно Но у многих его произведений, у большинства Есть нечто общее Это ирония и самоирония И вот слушаешь эти его записи Ну, совершенно очевидно Почему вообще он не нравился начальство Почему он вызывал критику Эту повесть, о которой он говорил «Будь здоров, шкаляр» Там тоже присутствует эта ирония Разве можно вообще говорить с иронией о войне? Ну, это ни в коем случае Ну, ещё какие-то исторические его повести И это ещё ничего Сходило с рук Это ещё можно Про царское время Ну, а кроме исторических повестей и романов Акуджева писал и стихи на исторические темы Сейчас одно такое стихотворение Прочитает Пётр Николаевич Петров В роль Алексея Валерьевича Кузнецова Который должен был присутствовать на этой вечере Но не смог, к сожалению Я, правда, не наступаю как бы в роли Алексея Валерьевича Но я не буду пытаться изображать лирического героя Которого изображает Алексей Валерьевич Это будет слишком сложное Поэтому просто изображу лирического Постараюсь Век XVIII Актёры играют прямо на траве Я Павел Первый Тот, который сидит в России во главе И полонезу я обнимаю И головой в такт верчу По-царски руку подымаю Но вот что крикнуть я хочу Срывайте тесные наряды Презренья хрупким каблукам Я отменяю все парады Чешите все по кабакам Напейтесь все Переженитесь Кто с кем желает Кто нашёл А ну, вельможи, оглянитесь А ну-ка, денежки на стол И золотую шпагу Нервно готовлюсь выхватить Грозя Но нет, нельзя Я ж Павел Первый Мне бунт устраивать нельзя И снова полонеза звуки И снова крикнуть я хочу Ребята, на вас трите руки Вам это дело по плечу Смахнём, заря Такая елесь Жандармов всех Пошлём к чертям Мне самого они приелись Мне самого они приелись Я поведу вас сам Я сам И золотую шпагу Нервно готовлюсь выхватить Грозя Но нет, нельзя Я ж Павел Первый Мне бунт устраивать нельзя И снова полонеза звуки Мгновение и закричу За вашу боль За ваши муки С собой пожертвовать хочу Не бойтесь, судей Не жалейте Иначе всем по фонарю Я зрю сквозь целое столетие Я знаю, что я говорю И золотую шпагу Нервно готовлюсь выхватить Грозя Да нет, нельзя Я ж Павел Первый Не бунт устраивать Нельзя Ну а второе свое стихотворение Прочитает сам Куджам Не представляю Пушкина Беспадающего снега Бронзового Пушкина Что в плащ ухрыт Когда снежинки белые Как ружатся снегом Мне кажется, что бронзовый Тихо звенит Не представляю Родины без этого сгона В сердце ее он успел врасти Как его поношенный сюртук зеленый Железная трость и перо власти Звени, звени, бронза Вот так и согреешься Падайте снежинки на плечи ему У тех все у тех У этих все зрелище А Александра Сергеевича Ждут в том дому И пока на славу Устав надеется Мы к благополучию Спешим нелегко Там гулять готовятся Господа гвардейцы И к столу скликают Дава крико Там на прополую Как перед всем светом Как перед любовью Всегда правы Что же мы осторожны Мудрость неветома Со своим веком Можно одновы По Пушкинской площади Плещут страсти Трамвайные жалонки Смерт и грех Да не смейте здесь Неветом счастья Александр Сергеевич Помню Как всем Спасибо 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 Вот Я чуть-чуть Кратко упомянул О судьбе родителей Акуджаву Подробнее об этом Расскажет Сережа Павловский Булата Акуджаву Постигла Страшная участь Которая Досталась на долю Очень многим Его сверстникам Ему было 13 лет То есть Седьмой Восьмой класс Когда Его отец В 37 году Стал жертвой Сталинских Репрессий И Его отец Его звали Шала Степанович Акуджава Или Ша Шернико Он был Активным большевиком Он устанавливал советскую власть В Грузии После этого Работал по всей стране Он работал в Москве В том числе Когда Родился Булат Они жили на Арбате Потом был в других местах И 37 год Застал его на Урале В Нижнем Тагеле Где он строил И возглавлял Урал-Вакон-завод Заменитое большое предприятие Где до сих пор Упускаются отечественные танки И Нам сложно себе представить Что такое Это было В то время Особенно людям Молодым Которые Совсем плохо себе Это представляют Это не просто потерять Отца Это не просто Твоего отца Арестовали За что-то За взятку За какое-то неправильное поведение За Какую-нибудь аварию А это Его арестовали О том, что он расстрелян Никто не знал Еще 20 лет Это было неизвестно Он был просто арестован И конечно Все ждали Я в семье его возвращения Он был Арестован И назван Врагом народа То есть врагом Того общества В котором Ты сам живешь Идеалом Которого Ты сам веришь Более того Этим идеалом Твой же собственный отец Тебя и учил И Представить И он оказывается врагом Он оказывается предателем Твоей страны И вот совместить это В своей голове В 13 лет Совершенно невозможно И вот Он об этом Сам Гулат Акуджао Почти никогда Он потом об этом много писал Но откровенно Конечно Говорить об этом сложно Вот есть Такое небольшое воспоминание Евгения Таратуты Сейчас я вам его прочитаю Однажды мы с Гулатом Оказались вдвоем На скамеечке На экскурсии в Праге Остальные ушли И мы Разговорились Он жадно расспрашивал меня О моих страшных годах Потом расспрашивал О детстве О родителях О моем арестованном отце А потом рассказал О своем детстве Говорил, что родители Всегда были заняты Своей большой партийной работой С ним оставалась Бабушка Тетя Они его очень любили И он их очень любил Но тосковал по матери И отцу А родители были всегда заняты Полноценной была только Жизнь во дворе На Арбате Где они жили в Москве Потом отца перевели на работу На Урал Ну и там он оказался Постоянно занят И там же на Урале Его арестовали В школе рассказывал Булат Его поставили посреди класса И велели отречься Ты настоящий пионер А твой отец Враг народа Здесь голос Булата сорвался И он заплакал Сначала тихо Потом отвернул голову Зарыдал Никого вокруг не было Мы долго молчали Я никогда не забуду горе Этого отважного человека И Булату Куджаеву пришлось Всю свою жизнь осмыслять Осмыслять эту трагедию Она безусловно наложила Через призму этого осмысления Понимания того Что же произошло Он и смотрел на самого себя И на свою страну И на мир вокруг И это безусловно не могло Оказать свое влияние на его творчество А как в прямую У него есть цикл стихотворений Посвященный и самому отцу И другим темам сталинских репрессий И, например, такие строки Из начала одного стихотворения О чем ты успел передумать Отец расстрелянный мой Когда я шагнул С гитарой Растерянный, но живой И это один аспект в творчестве Когда он писал на своих родителей А второй аспект Безусловно, и на всем остальном Его творчество На тех песнях, которые мы знаем и любим Это тоже не могло не оказать своего отпечатка И невозможно оторвать, на самом деле Творчество Куджавы От его биографии, от его личности Точно так же, как творчество Достоевского Невозможно оторвать от его биографии От той самой мнимой казни На Семеновском плацу Которую человеку пришлось пережить И даже если он не писал об этом Все равно за всем этим стоит некоторое изменение Некоторый шрам, который остается на всю Жизнь И безусловно, благодаря вот этому Шраму, этой травме, нанесенной в детстве Как это не кощунственно сейчас звучит Но мне кажется, что Некоторое уникальное створчество Куджавы Его не похожесть на все остальное Она вот в чем-то в этом И вот как он сам об этом пишет Это не мои слова, это его собственные слова Из романа Праздненный театр, который Сергей Менович уже вспоминал здесь Он числился, как не горько это осознавать сына врагов народа Он пишет он, но как бы он пишет при себя в третьем лице Это сам Куджавы пишет Он числился, как не горько это осознавать сына врага народа Но он внушил себе, что с его прекрасным отцом Произошла ошибка И скоро это все утрясется Он, сын врага народа Проводил школьные часы, как в тумане Испытывая чувство вины Перед остальными счастливчиками Однако постепенно выяснилось Что судьба многих схожа с его судьбой К счастью, форма, в которой были заключены Его душа и тело Оказалась податливой, почти паучуковой И она, хоть и болезненно, но приспособилась Все-таки приноровилась, притерлась к новым обстоятельствам Время летело быстро Уже начало казаться, что счастья никогда и не было А было всегда это серое, тревожное, болезненное ожидание перемен Где-то здесь, за ближайшим поворотом Чувствуете, как сам Куджава вводит это свое шестидесятничество Эта вот эмблема оттепеля Именно вот из-за этого, да? Болезненное ожидание перемен Где-то здесь, за ближайшим поворотом Но это все будет еще не скоро Через много-много лет А тогда, в 1937 году, было очень тяжело Через год после отца арестовали мать Это было принято Это было принято, это всегда так происходило Потому что если в какой-то семье, кого-то из семьи называли врагом народа То семья оказалась как зараженной какой-то чумой, проказой Все остальные члены семьи тоже были под подозрением И то одного, то следующего, в общем, всех Постепенно ничего хорошего в этой жизни не ждало Его мать, Ашхен Степан Нолбадян, армянка по происхождению Ей досталось сначала восемь лет карланы Потом ее ненадолго выпустили Но так она не могла далеко уехать В общем, с поражением в правах И буквально через года три снова забрали уже не в лагерь Уже на ссылку куда-то за Красноярск В глухое село Откуда она вернулась уже только Смогла вернуться только после смерти Сталина И там, в этом большом селе Не в большом селе, в этом селе Большой Луи Есть некоторые воспоминания людей, которые ее там видели Которые жили вместе с ней Это было село, где было много других сын Вот два воспоминания вам пришло Коротеньких совсем Ашхен часто показывала фотографии своих детей Булата Старшего и Виктора Младшего Они совсем разные, не похожи друг на друга И однажды, как бы между прочим, обмолвилась Что ее старшенький пишет стихи И что раньше в ЦК ВЛКСМ его очень хорошо принимали А теперь из-за нее Стали относиться недоброжелательно к его творчеству А вот второй момент Ашхен Степановна Вспоминают жители вот этого Красноярского далекого села Причем вспоминают недавно Это вот уже в начале 21 века какие-то вот ее дети Тех, ее подруг, с которыми она вместе жила Ашхен Степановна сильно скучала по Армении И однажды посадила в землю виноградное семечко Оно проросло Как она радовалась этому Она холила и лелеяла его Оно выросло в настоящую виноградную лозу Правда, не плодоносила В виноградную косточку В теплую землю зарою А она вернулась и была со своей матерью встретились Спустя 20 лет И это тоже совершенно невозможно себе представить Мы про их отношения, как они Про их отношения мы тоже очень мало Что на самом деле знаем Они были люди не очень открытые Не очень пускали внутрь Но представить себе, что это такое Тоже невозможно Что только в 13 лет лишить человека матери А через 20 лет, когда ему далеко за 30 Снова ему предъявить и сказать Вот это твоя мама Через 20 лет не простых, а после 20 лет лагеря А что делает время с этим человеком И получается, что с матерью нужно знакомиться заново По сути, это чужой совершенно человек Чужой И мы во взрослом состоянии знакомимся с новыми друзьями Можем познакомиться с женой, с мужем Но познакомиться с матерью, будучи взрослым человеком То есть непонятно, какую внутреннюю работу Должны были они оба преодолеть Мы даже представить себе не можем Сейчас я прочту одно стихотворение, которое посвящено матери А потом прозвучит одна небольшая песня Стихотворение такое Письмо маме называется Ты сидишь на нарах Посреди Москвы Голова кружится От слепой тоски На окне наборник Воля за стеной Ниточка порвалась Меж тобой и мной За железной дверью Топчется солдат Прости его, мама Он не виноват Он себе На душу Греха не берет Он не за себя ведь Он ведь за народ Чуть Народ Вождь Греха не берет Подсчитайте На Россию Одна моя мама Только что Она может Он не виноват Он не виноват Он не виноват Как и иностранцы А почему к вам так относились Почему Ну как почему Я не знаю почему Это было неожиданно все Это было не похоже на другое Ну почему Почему Чем Ну куда я знаю чем Вот так было Потом привыкли Ну например в песне Впервые появилась женщина Раньше же не было женщины Это все девчата были Парни и девчата Вот все Вдруг появилась женщина Почему-то некоторым халжам показалось Что это Порочно Ну пока это все развеялось Ведь несколько лет должно было пройти Я помню Тьмую здесь все занавешно И тишина Как на дне Ваше величество Женщина Вот неужели Ко мне Тусклое здесь Электричество С крыши Срочится Вода Женщина Ваше величество Как Вы решились Суда О Ваш приход Как Пожарище Дым И Трудно Дышать Ну Заходите Пожалуйста Что Что ж На породе Стоять Кто Вы такая Откуда Вы Ах Я смешной Человек Просто Вы дверь Перепутали Улицу Город И век Следующая песня Называется Старый пиджак Город 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 Нашу Давно Потерся И Неног И Я Зову Себе Портного И Перешить Пиджак Прошу Я Я Говорю Ему Шутя Перекроите Все Иначе Солит Нам Новые Удачи Искусство Кройки И Житья Я Пошутил А он Пиджак Серьезно Тат Перешивает И Это Так Так Перешивает И Вдруг Что Не Так Чудо Одна Забота Наяву В Его Сердие Молчаливо, чтобы я выглядел счастливо В том пиджаке, пока живу. Бог представляет это так, едва лишь я пиджак примерю. Опять в твою любовь поверь, как бы не так, Такой чудак. Опять в твою любовь поверь, как бы не так, Такой чудак. Еще одна песня называется «Заерджий музыкант». Заерджий музыкант, целует союз. Он любит не тебя, а помнит Бог с тобою, Прижмись ко мне плечом, прижмись ко мне плечом. Живем там третий день, в гостинице районной, Где койка у окна всего лишь порублю. И на своей трубе, как чайник раскаленный, Вздыхает тяжело, а я тебя люблю. Трубач играет гимн, трубач потея в гамме, Трубач хрипит свое и кашлеет хрипя. Но словно лик судьбы, он весь в оконной раме, Он любит не тебя, а я люблю тебя. Дождусь я лучших дней, и новый плащ надену, Чтоб при тобой проплыть, как поздний из рожа. Немного я хочу, всему давая цену, Несладко я живу, тобой лишь дорожа. Тебя не соблазнить, ни платьями, ни снетью, Заезжий музыкант играет на трубе, Что мир весь рядом с ним, с его горячей медью. Судьба, судьбы, судьбе, судьбою о судьбе. Судьба, судьбы, судьбе, судьбою о судьбе. Спасибо. На сцене это некоторых из нас, сидящих здесь в зале, коллега, друг, очень многих из тех, кто сейчас в зале, это учитель и навсегда останется учителем. Но дело в том, что река школьной памяти течет очень быстро. Неизбежно в школу приходят все время новые и новые поколения детей и уже не так много осталось времени до тех пор, пока в школе не будет учиться уже ни одного ученика, которого вы знали, Виталия Дмитриевича, как учителя. И мы задумались, как можно сохранить память именно в школе. Как это сделать. И сегодня у нас такой эксперимент. Если он получится, мы потом, может быть, продолжим. Мы подумали, что нужно проводить такое мероприятие, на котором сам Виталий Дмитриевич обязательно бы был, которое бы он одобрил, которое бы он посетил, в котором бы он поучаствовал. Дело в том, что Арнольд не из тех учителей, которые любят любые наши общешкольные тусовки, собрания, веселые праздники. Он почти никогда не бывал на днях гимназии, на КВН-ах, хотя его очень часто играли на этой самой сцене, больше, наверное, всех. Но сам он здесь никогда не бывал, но он говорил, что это не его жанр. А вот «Вечера партовской песни» он посещал, он в них и участвовал, он потом делал про них страницы. И всем памятенем, несколько лет назад прошедший здесь «Вечер Галича», который заканчивался словами Арнольда, очень весомыми и важными. И мы подумали, что вот мы сделаем такой «Вечер», а начнем его, попробуем привести такой цикл «Вечеров памяти» разных авторов, начнем его с Ахуджару. Почему именно с Ахуджару? Ну, может быть, с одной стороны, из-за фигуры самого Балашалова в этой иерархии. А есть причина и более конкретная, более близкая к самому Арнольду. Многие знают, но, может быть, не все, поэтому я повторю. А тем более, что не всем видно. Вот здесь вот на сцене стоит вот аппарат, аппарат про проигрывающие пластинок, а вот там вот стоят пластинки. Это не просто так для декорации, вы потом в перерыве можете подойти, и мы его включим, он даже играет. И дело вот в чем, что Виталий Дмитриевич много лет хотел, у него был такой план, оцифровать старые пластинки фирмы «Мелодии» и записать их в виде файлов. Дело в том, что они как-то и с какими-то юридическими проблемами до сих пор не изданы на CD. Вот они остались только на пластинках. Многие из этих песен есть в хорошем качестве, но вот целиком именно как пластинки нет. И он много лет хотел это сделать, все откладывал, перекладывал, ну то есть какой-то план был, но он никак не мог осуществить. Когда-то, потом, вот будет, на чем, будет время. И все время откладывал, откладывал, и в результате так сложилось, что он все-таки это сделал ровно год назад, в декабре 2016 года. Он это сделал, и вот как знал Лариса Давыдовна, 28-го, кажется, декабря, он закончил эту работу, вернул обратно этот проигрыватель, был страшно счастлив, рад, говорил, что вот все, моя мечта осуществилась. Это было ровно за неделю до его трагической гибели. То есть это практически последнее, что в своей жизни он сделал, оцифровал вот эти пластинки, я обязательно выложу их в школьную группу, построю на них ссылку. Кто ее не слышал, кто не видел, найдете. И еще одну вещь, которую мне хотелось бы сказать. Есть одно такое качество, которое не всем поэтам свойственно, и далеко не всем школьным учителям свойственно. То есть оно не является характеристическим. Но мне кажется, что им обладал и Аккоджава, и Арнольд. Балашанович в своих вступлениях между песнями на концертах, и вот часть из которых мы слушаем сейчас, часто выражал такую мысль, что ему не нравится в людях одно свойство, оно его очень раздражает. И не только в других людях, но оно раздражает и в нем самом, в молодом. Он как будто уже с высоты своих лет, лет 60, глядя на себя сверху, он называл это чувство суетливостью. Даже вот сейчас мы слушали, несколько раз это слово прозвучало, не надо суетиться. Он имел в виду, видимо, что не надо под кого-то подстраиваться. Не надо приспосабливаться, не надо слушать мнений, попробовать что-то делать в угоду кому-то. Не важно кому, друзьям, зрителям, критикам. Начать все само собой. И что не надо за кем-то бегать, пусть бегают за тобой. Вот сидеть и ждать, как в истории про Ленину Королеву. Не надо, чтобы это доказывать. А время само все расставить по своим местам. И вот мне кажется, Виталий Дмитриевич Арнольд этим качеством обладал. Он был всегда уверен в правильности выбора своего жизненного пути. И он не суетился, и он никогда ни за кем не бегал. Это мы все приходили к нему в его кабинет информатики. АПЛОДИСМЕНТЫ Виталий Дмитриевич Арнольд, с моими родителями, как, впрочем, и с детьми. Вот на этой вот фотографии он держит фотоаппарат, а на следующей фотографии фотоаппарат держит в руках моя мама. И мы с вами знаем, что Виталий Дмитриевич вообще был человеком общительным. Но общаться с людьми старшего поколения, это, пожалуй, особый дар, который ему был присущ. Вообще с нашими бабушками и дедушками довольно мало общаемся. Ну, в детстве, понятно. В новом школе нам некогда. Друзья, там уроки. Потом институт. Новые друзья, подружки. А потом оказывается, что уже поздно. Не надо это общение откладывать на потом. Вот сейчас уже и моей мамы тоже нет в живых. Она умерла за год до смерти Виталия. А она очень любила петь. В отличие от папы, пела хорошо. Любила петь песни о Куджаве. И одна из ее любимых песен была песня «Любовь и разлук». Я была петь песня «Любовь» и разлукла петь песни», в piace, pearls speaker «Львовь и разлукла петь. Да у меня нет еды!» ПЕСНЯ 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 Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей. Ах, только б не смог португой колокольчик, глаза бы глядели в глаза, глаза бы глядели в глаза. То берег, то море, то солнце, то юга, то ласточки, то оранья, две вечные дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. Две вечные дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 У нас были какие-то песни серьезные, но на самом деле у Ахуджавы достаточно много песен и шуточных или полушуточных. И сейчас мы одну такую песню споем. Столист Саша Рыбаков и хор «Мальчиков и девочек». Ахты-баты шли солдаты, Ахты-баты в дальний путь. Они сказали, что вы очень святы, Но и не в чем упрекнуть. Ахты справа, баты слева, Ахты девчонка мимо них. А не сказали, что про левой, Но не хуже остальных. Рассковоры в этой кране Все солдаты завели А не сказали, что приставали, Но и мимо не прошли. А она усыновилась, чёрной бровью повела. Не сказать, чтоб влюбилась, но и против не была. Аты-паты шли солдаты, аты-паты в дальний путь. А не сказать, чтоб очень святым, но и не к чему крепнуть. Аты-паты шли солдаты. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты. И это всё в любви счастливые моменты. Давайте гревать и плакать откровенно. То вместе, то попрос, а то попеременно. Не надо предавать значения злословью, Поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, Чтобы ошибившись раз и ошибиться снова. Давайте жить во всём, друг другу потакая. Тем более, что жизнь короткая на таванне. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Контракт 10 минут. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ ЖУВТ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...